Девушки отдыхают Если вы увидите все, что мне подгоняют, то подписывайтесь на телегу. Короче говоря, случилась такая история. Шел мужик по ТЦ, заходит ко мне покупать сигареты. Этот мужик сделал при мне, своей девушке, предложение. Ему понравилось мое кольцо, которое у меня было на пальчике. И, в общем, он захотел обменять аирподсы прошные на кольцо. Но, как всегда, пометуя об обманах, которые со мной уже происходили, да, вы все помните, что меня очень много людей нахерило. И я думаю, ну, блин, ну, скорее всего, это какая-то голимая херня. То есть, мне просто пытаются впарить подделку. Ну, типа, не может вот такого быть. Но что-то во мне щелкнула, я такая, блин, а давай, обменяемся, хорошо. Мне это кольцо досталось даром. И так же даром, грубо говоря, она уйдет. И либо я очень сильно наварюсь, либо жизнь меня ничему не учит. Вот. И давайте уже начнем проверять эти наушники на предмет подлинности. Короче говоря, у этих наушников есть вот эта штука, за которую, по идее, надо тянуть, и пленка должна сходить вот так вот. Меня пугает эта наклейка, то, что, типа, это оригинал. Далее, что мы видим? В общем, серебристым шрифтом, как и положено на AirPods'ах, тут есть надпись. Далее, тут есть логотип. Тут есть кривые наклейки, которые я не то, чтобы не разглядела, то, что они кривые. У меня вообще с ровностью проблемы, но вот они есть. Вот эта вот фигня выбрасывает на ссылку на сайт, короче. Сзади тоже есть надпись Apple, Apple Inc, там, бла-бла-бла, все дела. И фотография наушничков в чехле. Давайте их распакуем. Где эта штука? Вот она. Опа! Раз, два, три, четыре, пять. Она просто прилеплена и не открывается. Далее, что мы делаем? Смотри, хорошая пленка. Пленка реально хорошая. Ну, то есть она, видишь, она не кукожится, как будто ее нагревали над зажигалкой. Либо это очень хорошая реплика, либо я наварилась. Потому что за эти наушники... Ну, короче, я сделала обменку небольшую. Так, в коробке они сидят плотно. То есть, видите, они не выпадают. То, что коробочка помялась, это, конечно, херня из-под коня. Что я могу сказать о материале коробки? Слушай, он плотный. Хороший. Внешне, по ощущениям, очень похоже на настоящую коробку. Видите, тут даже наушники имеют небольшую выпуклость. Далее, тут идет конвертик. В этом конвертике AirPods Pro. Инструкция, ебана! Ебана, блядь, инструкция! Прикиньте! Да, все еще похоже на оригинал. Что у нас тут есть? Как мы видим, чехол в какой-то очень странной штуке. Они, кстати, тяжеленькие. В какой-то очень странной штуке. В какой-то пленке. Пленка хорошая, но ее мало. Зеленый огонек, ребят! Ребята! И знаете что? Здесь нет дырки, как в поддельных наушниках, как в реплике. Ну-ка. Далее. Мы открываем, и тут мы видим зарядное устройство. Давайте, кстати, посмотрим. Ребята! Ровный! Ровный вход! Ровный! Далее, что мы видим? Мы видим зарядку. Сейчас погодьте, мы ее распакуем. Так, кабель. Нормальный. Входит. Плотно. Далее, что тут написано? Читаем. Открывается, закрывается легко. Магнитится, держится. Оху! Так, это что у нас? Это у нас насадочки на наушнички. Давайте теперь перейдем к наушникам. Слушай, походу это оригинал. Ребята! Оху! Это оригинал, кажется. Прикиньте. Давайте еще вот это проверим. Блин! Это точно оригинал. На каждом наушничке еще есть надпись. Никаких кнопок нет. Ребят, сейчас будем тестить его на звук. И это, конечно, да. Это, блин, очень клево. Если это реплика, то это самая реплика, которую можно было сделать. Но, возможно, это оригинал. Но по всем признакам это оригинал, блин. Охереть на работе. Просто выменить. Выменить на оригинал что-то. Охереть! У меня такого никогда не было. Сейчас мы эти милые наушнички синхронизируем с телефоном и послушаем их звучание. Погнали! Так, сразу же у меня телефон откликается ассистентом. Это уже интересно. Так, давайте включим какую-нибудь музыку. Так, сейчас найду что-нибудь, что я хочу послушать. Блин, звук вообще качественный. По крайней мере, он очень похож на звук сенхайзеров, которые у меня были. И, блин, все инструменты, все инструменты слышны. Это просто кайф. Это кайф. После тех наушников, которые у меня были. И те, которые я покупала в переходах за 200 рублей. И те, которые я покупала за 2500 рублей. Звук сравним с сенхайзерами. Но сенхайзеры, которые вот эти вот большие, которые у меня были, в которых я стримила еще. Ну, короче, звук замечательный. Когда показываешь, какое у тебя очко по размеру после туса. Как мы выяснили, это б***ь оригинал. В первый раз в подобной ситуации меня никто не обманул. И это просто вау. Типа, какого черта? Какого черта вообще происходит? Просто рандомный какой-то мужик, который хочет у тебя обменять кольцо на наушники. Это, знаете, у меня была ситуация, когда я покупала духи Шанель. Мне сказали, что они ворованные. Но, сука, даже при том, что... Даже если бы они были ворованные, они оказались палеными. А я на них потратила 3000. И, типа, знаете что? Знаете, что я лучше бы за эти 3000 купила реально в магазине Шанель. Вот их маленький объем. Самый маленький, который там то ли 5, то ли 10 миллилитров. И вообще бы, типа, беды не знала. Они, по-моему, правда 5000 стоят. Но какая разница, блин, на 2000 больше. И знаете, что с ними потом было? Мы их разбили. Вот. И они были почти полные, потому что ими вообще невозможно было пользоваться. Но тут у меня прям фортануло. И самое интересное, это вот эта наклеечка оригинал. Да? На коробке. Типа, когда они начали клеить вообще вот эту наклейку? Кто-нибудь знает? Можете вот в комментариях написать? Вот обладатели Эйпловской техники, там, Аирподсов или еще чего-то такого, да? На наушниках очень странно. Серьезно. Если бы я видела в магазине такую коробочку с надписью оригинал, я бы подумала, Ах! Ты меня не надеешь. Собака. Я знаю, что это паль. Поэтому давай сюда, я тебе свое кольцо дам. Золотое. На этом мы закончим наше видео Подписывайтесь на тележнику На бусте На бусте у меня сиськи Там хентайчик рисованный Песни мои Которые еще на ютубе не вышли Но там уже вышли Скорее всего там первыми Появятся клипы Возможно наработки на эти клипы Посмотрим Я уже упоминала что подписывайтесь на телегу Потому что обязательно подписывайтесь на телегу Мы там с вами общаемся И там иногда Что-нибудь веселое происходит Но не всегда Поэтому будьте готовы ко всему Всем спасибо за просмотр Всем удачи и всем пока